Владимир и Анастасия выбрали для фестиваля Пани Комикс образы главного злодея и главного героя игры от Ласта Сведомитель. Старая видеокамера – единственное оружие главного героя. Ребята участвуют во внеконкурсном дефиле. Косплеем увлекаются около трех лет. Сделали интересный пластический грим. Для меня, как и для силиса визажиста, это наоборот очень интересно, потому что я еще и практикуюсь в этот момент. Это возможность примерить какие-то образы и при этом не заниматься театральщиной, профессионально. А для меня это попытка попробовать то, чего бы мне хотелось в реальной жизни, возможно. То есть через персонажа почувствовать что-то. Фестиваль Пани Комикс проходит два раза в год. В этот раз количество посетителей и участников стало рекордным. Около полутора тысяч поклонников аниме, комиксов и видеоигр собрались в ДК молодежи. В этом зале молодые люди играют в компьютерные игры 10-20 летней давности на аутентичных консолях с картриджами и древними джойстиками. В зале дефилируют косплееры. Они воспроизводят своими руками образы персонажей мультфильмов, аниме, видеоигр, фильмов, комиксов, книг, легенд и мифов. Жюри оценивает точность образов и подачу. Восток это в основном аниме, какие-то японские, китайские произведения, реже исторические произведения азиатские. А Европа это, как правило, фантастические фильмы, комиксы от Marvel и DC, реже российские комиксы. Молодые люди воспроизводят самые разные фантазийные атрибуты. Оружие, крылья, рога делают сложный грим. Нередко в команде несколько участников, если их образы сочетаются. Молодежный фестиваль визуальной культуры для его участников – это игра в любимых персонажей и воплощение творческих возможностей. У меня музыкальный видеоклип – это от программы, которая производит песни. И я министрель. Я Харль Квинн из нового фильма «Отряд самоубийц». Думаю, его и так все знают. Это образ из игры, из «Лиги легенд», образ Морганы. Моего персонажа зовут Леблан, из рода воронов. Она обманщица, хитрая и коварная. Я жнец Сарака. Это, в общем, тоже из игры, из этой же мифической дитя, которое было когда-то звездным. Мы солдаты Советского Союза. Советская армия в форме образца 68-го года, по 90-е. Мы реконструкторы. Я изображаю классы войск-инженер из компьютерной игры Battlefield 4. Очень популярные среди мужчин. И да, товарищи мужчины, пусть война будет только в играх на экранах мониторов.